Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Дома, мы продолжаем проходить Metal Gear Solid 3. Прямо сейчас мы находимся на пути к Грозному Граду, и здесь нас ждет Фьюри. Так, давайте, наверное, снимем тогда глушитель из МК-22, чтобы сохранить его как раз-таки на Грозный Град. Спускаемся пока вниз. Давненько еще тоже не садился за Metal Gear, что-то соскучился дико. Но, ребята, условия прохождения следующие. Если кто-то забыл, то мы проходим на высокой сложности и без палевок. Как только меня замечают и врубается режим Алерт, я съедаю пилюлю с цианидом и начинаю проходить локацию с самого начала. Это добавляет хардкора и, в общем, мне так интересней. Надеюсь, и вам тоже. Ну и, собственно, вы все прекрасно знаете, что чем больше вы активны, тем раньше выходят новые серии. А конкретно, чем больше, чем раньше, чем быстрее вы соберете 100 лайков под этим видео, тем раньше выйдет следующая серия. Потому что, ребят, без должного отклика делать подобный проект, как бы, ну, нет особого желания. Он сам должен это понимать. И очень много труда вкладывается в это прохождение. Поэтому, чтобы получать, нужно, как бы, и давать. Как бы, в смысле, на это не звучало, но это так. Ладно, спускаемся. Ладно, спускаемся. Ладно, спускаемся. Я фьюри. Фьюри. Пламя моего гнева испепелит тебя. Я вернулся из космоса. Когда это случилось, у меня было видение. Пылающий мир. И знаешь, что я увидел там? Ярость. Великая ужасная ярость ожила. Теперь ты познаешь палящий зной той ужасной тьмы. Все, ребят, поехали. Босс не суперсложный, но достаточно сложно, ребята. Тут надо быть очень внимательным. Так, для начала нужно переодеться, чтобы меня было не так сильно заметно. Для этого мне нужно одеть все черное. Тогда я смогу подкраситься к нему сзади и попытаться вырубить его с помощью МК-22. Поехали. Не вижу. Слева. Где он? Вижу. Подождите, ребята, секунду. МК-22, мне нужны они. Так, понятно. Это он? Да. Вы, наверное, вряд ли его видите, потому что там очень темно, и плюс еще видео будет темнее, чем оригинал. Да, хороша. Отходим. А-ау. Так, он заходит там. Ну, стамины я достаточно много ему сношу при выстреле, поэтому... Блин, тут еще все горит. Я могу просто обжечься, ребята. Это будет очень печально. Он где-то здесь. Вижу. И он меня тоже. Так, здесь бочки. Желательно их не трогать. Там вроде как огонь погас, да, я могу здесь зайти, ребята, и теперь будет все просто. Ну, как просто попасть в него, я думаю. Ага. Я тебя вижу, тварь. Как только ты покажешься, я в тебя выстрелю. Я это понял, мразь. Иди сюда. Здорово. Здорово. Да, я такой. Где он? Тут. Тихонько, ребята. Тихонько, ребята. Черт. Мог попасть. Отходим. Ты готова для этого? Черт. Я тебя слышу, слышу, тварь. Где-то здесь, ребята. Вон он. Я здесь. Отлично. Остался немного стамина у него. Слева. Нет, справа. Вижу. Здорово. Последняя, ребят, полоска. Еще разочек и все. Черт, мог его сбить только что. Беда с пользования МК-22. Черт, где-то там. Справа. Так, вижу. Он выходит, я сбиваю его. Нет, не получится. Такая тема. Все. Босс. Это конец с Копром. Ты должна продолжать жить. Только ты осталась. Я ухожу. Чтобы присоединиться к Сороу. Пузыри, пламя ярости. Огонь ада очитит меня. Я вижу ее. Центр управления полетом. Вы слышите меня? Я возвращаюсь домой. Я вижу землю. Играет. Играет. А-а-а! Ярость! Вот и все, ребята. Этот босс очень эффектный. То есть, хоть он и простоватый, конечно, да. Но он, блин, клевый. Мне он безумно нравился всегда. То есть, блин, с удовольствием. На самом деле, только что его одолел. Мы получили его обмундирование. Давайте посмотрим, как оно выглядит. И что оно конкретно дает. Огонь, вот. По-моему, он защищает от обжогов, если я не аж ожогов. Как там было-то? Так, квадратик. Вот. А, то есть, уменьшает урон от взрывов и от огня. Так, давайте на что-нибудь оденем такое. Менее заметное. То это все сейчас для меня печально закончится. Что еще у нас есть более? Вот 65. Это спайдер. Он живет очень сильно стамена. Вот еще лучше. По части этого все нормально. О, отлично. Глушитель для МК-22. У нас один есть и один еще в запасе. Много очень еще. Поехали. В этой части прохождения будет очень много, ребята, кат-сцен. Субтитры сделал DimaTorzok. Диана. Много очень много. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Будь бдителен. Это главная база врага. Уровень безопасности здесь настолько высокий, каких ты еще не видел. Ты серьезно? Твоя задача — это проникнуть в оружейную лабораторию. Это огромное здание в центре крепости. Соколов — в западном крыле этого здания. Чтобы туда попасть, тебе нужно будет найти майора Райкова, украсть его одежду и выдать себя за него. Райков должен быть в восточном крыле оружейной лаборатории. Начни проникновение как раз в него. Затем нейтрализуй Райкова и сними с него одежду. Оружейная лаборатория находится на северо-востоке от твоей текущей позиции. Двигайся в этом направлении. Все, поехали. Задача ясна, но это будет очень-очень нелегко, ребят. Сразу предупреждаю. Возможно, косяков сейчас будет достаточно. Так, это нормально. Это тоже огурцом. По части надо пожрать сначала. У меня тут все уже протухло. Все, что было съедобного. Нет, еще вот есть такая тема. Но для этого еще рано. Давайте, значит, избавимся мы от всякого барахла, которое я накопил. Когда делаешь, конечно, такое прохождение, очень неудобная тема. То, что все тухнет. Но, с другой стороны, это очень круто, ребят. То есть, это только мне неудобно. А вам, я думаю, это будет самое такое. То есть, это стимулирует к охоте. Понимаете? Нельзя просто наврать дичь ее, и типа она там у тебя в инвентаре будет до конца игры. Нет, конечно. Такая тема здесь не прокатывает. Это очень правильный ход. Просто мне это неудобно, потому что я пишу там, ну, не сразу же, там, ежедневно. Я могу написать там в день, ну, две серии, да? Но бывает так, пока я сделаю эти две серии, там порой тоже три-четыре дня. Там пять дней проходит. Соответственно, вся эта еда тухнет, поэтому, собственно, мне приходится опять охотиться. Когда играешь сам, понятное дело, что это интересно, да? Но, как бы... Прохождение есть прохождение. Тут, как бы, нужно идти на кое-какие жертвы, дабы зрителю... Ну, не скучал он что-то, понимаете? О-оу. Смогу? Смогу, ребята. Он тупанул. Ну, мне просто, на самом деле, повезло. Я думал, что он спустится именно по той лестнице. Что у нас здесь? Нужно найти выход, для начала, из этой локации. Так что... Да, чувак, здесь никого нет, возвращайся обратно. Думаю, здесь я проползти смогу, пока тут отвлекся. Я под шумок, как раз-таки, двину к лаборатории. Здесь пусто. Я надеюсь, тут тоже, как бы, чувак не ходит никакой. Вроде как, никого, ребята. Да, тут вообще никого. Поэтому, я думаю, мы можем спокойно проползти здесь и двигаться дальше. Вот. И... Что еще я хотел? Нет, мы не можем спокойно здесь проползти и двигаться дальше, ребята. Возвращаемся обратно под контейнер. Ждем, пока выйдет тут часовой. Мы его вырубаем. Потому что по-другому здесь не пройти. И, собственно, двигаемся дальше. Теперь здесь. Никого. Так, охрана. Я думаю, имеет смысл спрятать вот этого парнишку вот сюда, чтобы его не было видно. Потому что они, если запалят, то они поднимут тревогу. Так, что у нас здесь? Я уже вижу дверь, и нам нужно туда, ребята. Ну, вот... Часовой там или нет? Вот это вот неинтересно. Вроде как нет, можем идти. Северо-восток, получается. Да, и там как раз-таки где-то вот в стороне слева. Вот сейчас будет, по-моему, от меня вход в ту самую базу. Если я ничего не путаю, ребята. Ну, по-моему, я путаю что-то. Аккуратно, по-моему, здесь часовой. Точно. Да, вон, ребята, вход. Там еще много плюх лежит в автомобиле, но я думаю, что я не буду их брать, потому что они мне не нужны. Но и она, конечно, можно... Ну, можно проверить, ребят, потому что там может быть глушитель как раз-таки для МК-22. Так, МК-22 патрона, отлично. Вижу. Так, есть. Теперь проверяем слева... справа, точнее. По-моему, никого. На вышке там есть парнишка, но я думаю, что он меня не запалит. Так, ну, это огненные гранаты. Куча всяких гранат, которые мне не нужны, которыми я не пользуюсь, потому что из-за них случаются алерты. Так, все, я на базе, ребят. Надо переодеться в ученого и подкрасться к Райкову. Обычно Райков обитает в туалете. Там будет сложности в том, что... Блин, там нужно дождаться, конечно, потому что нужно его там к этому подтянуть к шкафчику, чтобы переодеться в него. Это будет совершенно сложно, потому что охрана здесь такая нифиговая. Так, хорошо. Главное сейчас не напороться на ученых. Прямо всего прочего, здесь некоторые вот эти вот двери закрыты. И чтобы их открыть, нужна специальная чистота на кодеке. Вот, и дело в том, что эти чистоты можно получить следующим образом. Можно, собственно, выйти, подождать, пока откроет дверь сам охранник. Можно вырубить охранника и подтащить его к двери, и дверь откроется. Либо можно поймать охранника, пытать его и получить тот самый... Ту самую чистоту, чтобы открыть дверь. Так, я чувствую, что хочу жрать, поэтому мне нужно сейчас немножечко, ребят, перекусить. Точно от желудок урчать, и тем самым на меня будут все смотреть. Согласен с тобой, чувак. Серия будет экшеновая. Здесь очень крутые катсцены, сейчас будет одни из моих самых любимых. Вообще, короче, сейчас начнется вот сейчас само действие. Быстрый просто разворот начнется именно сейчас, ребята. То есть, это пока что все, это было только начало, это был только замес. Теперь сейчас начнется просто вот прям нон-стоп. Так, где у нас Райков? Райданович. Это ни в коем случае, ребята, никакой не родственник. Райданы из второй части, это просто пасхалка. Такая для фанатов серии. Ну и, по крайней мере, знакомых серии этих игр, этой игры. Ой, знакомые с... Короче, ребят, все. Крыша едет не спеша, тихо шифером пошуршивая. Для людей, знакомых с этой серией игр. Вот, наконец-таки я смог это выговорить. Выговорить. Короче, в общем, суть мы уловили. Короче, это никто вообще абсолютно. То есть, он никак не связан с Райданом. Только, ну, внешностью. Тут, кстати, скоро будет шутка про петиков, поэтому готовьтесь, ребята. Так, я не вижу, где находится Райков. Вы где-нибудь видите его? Я вижу охрану одного человека. Я вижу... Это у нас какой-то такой офицер. Причем, ну, он что-то без фуражки. Что-то, наверное, не очень здорово, да? Он, наверное, где-то там внутри, ребята. Он может выйти оттуда? Или оттуда? Вероятно, всего оттуда. Что такое? Кто-то меня палит, ребята. Я слышу звуки. Но это еще не та шутка про петиков, ребята. Вы даже где-где-где-где-где-где. Уважайся. Ха! Эй! Лукова там. Ха! 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 кто-то меня запалил поэтому ребят сейчас мы еще делаем смотрите я использую но разденусь чтобы его усыпить нормально то есть чтобы он лежал здесь подольше а потом я разберу с охраной и посмотрим что мы сможем сделать можно вообще угрохнуть как варианты я не буду этого делать что я сказал что мы никого убивать не будем это одно из условий прохождения так теперь надо разобраться с тем где охрана смотрите слева один наверху один нужно это как все подгадать чтобы короче не запалили меня я надеюсь еще знаете что что вот там никого не будет там по-моему точно никого не будет так хорошо один здесь один там этот сейчас должен развернуться пойти обратно тот я не знаю выйдет наверное скорее всего с той стороны будет обходить здесь и опять же идти сюда поэтому все нужно проворачивать достаточно быстро я надеюсь что сегодня получится с первого раза а если нет ну собственно нет так нет желательно конечно еще того вырубить и этого вырубить это обычно здорово стоп справа слышь кто-то ходит прямо либо надо мной либо где-то хрен знает ребята до трех вырубать это не вариант слишком долго это все нет более как в окно появилась открылась да и он сразу идет сюда то есть получается у меня очень маленькое окно чтобы здесь пройти хорошо сделаем какчис быстренько их усыпляем после чего пытаемся ну поняли глушить ой глушить тащить тело так хорошо при одеваемся я снова ученый то что то есть еще ловушка хорошо минус один их еще двое один наверху второй ходит там внизу я думаю я смогу его усыпить сейчас прямо прямо сейчас наверное да да кому подряд сейчас нарком не повернется и меня запалит ну конечно ждем ребята пока он отвернется либо можно сделать все попроще вообще можно принципе его не усыплять пошел задницу я сейчас вот это вот вырублю и все надо мной ходят я думаю еще откуда такой звук так ждем ребята нос чешется страшно так ворди как выходит это там ученые охают так быстро переодеваемся рейхов наверно сейчас кружу проснется надо его глушить еще разочек так вот чисто чтобы он спал и не просыпался в жопешником а так теперь здесь если он только только он отвернется я выглядываю и в лобом а вы точнее в затылок все теперь что мы делаем мы переодеваемся хотя я думаю вряд ли он тут поможет маскировка когда мы будем тело тащить через все здание но все таки так смотрим там вроде как никого там ни на кого не напороться то так все хорошо прошло прям гладко меня до сих пор никто не запалило это очень большая редкость в этом прохождении что метр все гладко идет впервые тяжело шагов не слышу значит все нормально нет стопчутся шаги какие то есть ребята нет все огурцом все отлично он с эти лягушка еще одна из кто то все их будет искать черт эти шаги просто ребят на эмуляторе когда играешь он немного неверно эмулирует звук то есть получается слышно шаги а при аут прям точно откуда сказать невозможно то есть в оригинале там всегда было слышно где все кто ходит тут же проблема с этим вот это ну и и и а и увидели да внутри постер с metal gear solid 2 с райденом такое шутка юмора этот чувак короче в стринге как могли заметить это уже начинается шутка так мы одеваем его маску и собственно его костюм офицер теперь можно отдавать честь нет назад возвращайся назад грязный педик нам это такая большая ирония потому что многие игроки и многим игрокам не очень понравился главный герой второй части райден и все его называли педикам собственно видимо такая шутка юмора от кодзима вон шагоход находится где туда мы тоже скоро попадем к себе потом в том месте где он сейчас лежит райков будет костюм очень классный которым не очень нравится я часто пользуюсь так ну ничего из оружия понятно я сделал я не могу использовать так как я в одежде офицера сейчас будет катсцена длинную в жизнь ребят поэтому наверное попрощаюсь я даже в этой серии ребят прощаться с вами не буду сразу хочу сказать потому что катсцена будет ну за минут 30 идти короче такая длинная понятное дело что часовую серию я делать не буду потому что в таком случае озвучка этих всех диалогов очень надолго затянется и поэтому где-нибудь там на самом интересном месте я херакс продолжение следует и собственно на этом конец ребят что я сразу предупреждаю что потом никого батхерта не было понятное дело что на самом интересном я обрываю не просто так что потом посмотреть следующую серию сэр Вот она. Ты можешь положиться на меня. Как насчет наследия философов? Я ничего не знаю о нем. Что ты... Ты собираешься убить меня? В чем дело? Я ничего не знаю, клянусь. Никто, кроме полковника, не знает наследие. Понимаю. Нет, не надо... не ногу. Точно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто здесь? Ты тот парень из СРУ. Что ты здесь делаешь? Я уже говорил тебе, не так ли? Я собираюсь вытащить тебя отсюда. Хм. Человек чести? Как и твой командир? Но я боюсь, ты уже опоздал. Опоздал? Только не говори мне, что шага ход. Точно. Заключительные приготовления ко второй фазе завершены. Соколов, что вообще такое фаза 2? Говоря техническим языком, это композитная система расширения радиуса действия баллистических ракет. Шага ход первоначально разработан как танк для запуска ядерных ракет любого типа ландшафта. Была только одна задача, с которой мы не смогли справиться. МКБР Ускорив, в ходе фазы 2 ракетный двигатель закрепляется на корпусе шага хода. Он создан по той же технологии, что и ракета «Восток», доставившая на орбиту майора Гагарина. Используя этот ускоритель, шага ход может достигать скорости более 300 миль в час. Этот монстр может разгоняться быстрее 300 миль в час? Да. И в этом состоянии ускоренного движения он запускает ядерную ракету. То есть, шага ход играет роль первой ступени ракеты? Именно. Радиус действия ракеты, запущенной шага ходом, возрастает с 2500 до 6000 миль. 6000 миль? Этого достаточно для удара по любой точке Соединенных Штатов. Не только. С шага ходом отпадает необходимое строительство гигантских бункеров, используемых для хранения МКБ. Все, что нужно, взлетно-посадочная полоса примерно в 3 миле в длину, или ее эквивалент. И ты можешь нанести термоядерный удар по любому объекту Соединенных Штатов, откуда угодно в Советском Союзе. С шага ходом не могут обнаружить спутники-шпионы или самолеты. Это передвижная крепость, способная тайно развернуться, запустить снаряд в любое время. Самое настоящее оружие из ада. Законченный прототип находится в ангаре. В настоящий момент он единственный в своем роде. Но Волкин планирует начать массовое производство на его основе. И разместить их по всему Советскому Союзу? Да. И это еще не все. Он собирается отправить их в Восточную Европу, в Азию, во все страны Восточного Блока. Что еще хуже, он планирует использовать шага ход, приманку для повстанческих действий, технических бунтарей и революционных групп в странах Третьего Мира. Его фонды почти безграничные. Он может начать массовое производство хоть завтра, если захочет. Причина, по которой отношение между Востоком и Западом переросло в Холодную Войну в том, что каждая из сторон боится мощи другой. Сдерживание, как способ угрозами ограничить противника в действиях, отличное слово, чтобы охарактеризовать ситуацию. Но шага ход выходит далеко за рамки понятия угроза. Он делает концепцию сдерживания бессмысленной. Если такое оружие распространится по миру, очень скоро все страны будут вовлечены в военный конфликт. Холодная война окончится тем, что вся планета окажется охвачена огнем войны. Волгин и Шагер-Ход будут центром всего этого. Как видишь, уже слишком поздно. Нет, еще не поздно. Что ты имеешь в виду? У нас все еще остался шанс. Мы еще можем уничтожить прототип и всю фабрику до того, как начнется массовое производство. Но просто расскажи мне, каким образом мне уничтожить это место. Хорошо. Жидкое топливо, используемое в ракетном двигателе, хранится в резервуаре. Если бы ты смог как-то взорвать его... Немного Си-Три хватило бы, чтобы разнести весь ангар на куски. Си-Три? Ты говоришь об этой новой пластиковой взрывчатке? Ей можно придать любую форму. Бомба будущего. Где я могу ее достать? Немного. Было на оружейном складе. Но больше нет. Ее похитила женщина-шпион. Та, что была здесь несколько минут назад. Ева? Нет. Ее зовут не так. Ее зовут Татьяна. Она попала сюда в качестве любовницы Соколов. А я-то думал, что она твоя возлюбленная. Моя? О, нет. Она любовница Волгина. Вот моя возлюбленная. Кто они? Моя жена и дочь. Они в Америке. Теперь я вспомнил. Ваша семья под охраной ЦРУ. Давно Татьяна находится здесь? Несколько недель. За несколько дней этой миссии Добродетель. Она сказала, что ее послал в Крущев. Что ты отдал ей? Все данные испытания проекта Шагоход. Пожалуйста, крайне важно, чтобы ты уничтожил его. Я сделаю это. Но сначала нужно обеспечить твою безопасность. Нет. Я не пойду. Моя миссия это вытащить тебя. Оставь меня. Соколов. Хрущев бросил меня. Я не могу вернуться в свою страну. Скорее всего, меня сошлют какой-нибудь ГУЛАГ. Как насчет США? Да, я когда-то думал об этом. Моя семья ждет меня там. Но даже если я сбегу в Соединенные Штаты, я все равно останусь создателем оружия массового уничтожения. Неважно, куда я отправлюсь. Все равно я разработчик оружия. Если честно, я просто устал. Каждый день я помогаю создавать вещи, которые никогда не должны быть использованы и даже не должны существовать. Каждый день. Без отдыха. Без слова одобрения от других людей. И мои создания не принесут пользу человечеству. Они лишь инструменты политиков. Все, чем я хотел заниматься, это созданием космических ракет. Но не судьба. Космическая гонка между Америкой и Россией стала жертвой тех же политиков. Космическая гонка, гонка вооружений, это одно и то же. И там, и там, ракеты. Какая разница? Ученые всегда использовали. Пожалуйста, позаботь все мои семьи. З梭ия. Продолжение следует. Майор, что ты здесь делаешь? Я ждал тебя в своей комнате. Кто ты такой? Не изображай, идиота. Если ты думаешь, что ты можешь одурачить меня, то ты очень сильно ошибаешься. Я знаю майора лучше, чем кто-либо еще. Я пришел сюда в поисках Татьяны, а мне попался скользкий воришка. Татьяны. Что за причудливая маскировка? Она прилипнет к тебе. И ты забудешь, кто ты на самом деле. А ну не смей! Теперь я понял, почему тебя называют босс. Что это было? Какая-то разновидность дзюдо? Нет. Это называется ТББ. Техника ближнего боя. Мы разработали ее вместе. Превосходно. Дальше я сам разберусь. Ты собираешься убить его? Конечно. Но сначала... Он ответит за то, что я предел Ивану. Он не мог. Это наш тушит. Дальше я меня завелся. Я знаю! Это не сомнил. Я не хочу, что я обману. Мне нужно. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.